Всем привет! Ни свет ни заря приехала моя доставка. На самом деле они должны были приехать с 8 до 18. Слава богу, они приехали в 8, они приехали к 12. А что привезли? А привезли стеллаж, который я наконец-то купила. Как это выглядит в разобранном виде? Вот так вот это выглядит в разобранном виде. Четыре коробочки. Вчера я была в Икеа, все-таки его купила. Я заказала доставку, потому что, честно говоря, во-первых, они довольно-таки тяжелые, во-вторых, ну, в принципе, первых этого было достаточно. Единственное, теперь я буду пробовать собрать стеллаж сама. Потому что мне не терпится ждать до выходных. Я не могу, когда у меня свободен мужчина, который может это сделать. Поэтому я попробую собрать. В принципе, ну что, что там может быть сложного? Что там может быть сложного? Сказала она и сама себе усмехнулась. Так, коты уже обнюхивают. Стеллаж у меня будет стоять здесь. Ну, попробую. Так, я пришла из магазина. Накупила кучу всего. Не буду показывать, что накупила. Проверка меня уже обнюхала. В три носа. Обнюхала, переваляется. Все, сейчас займемся уборкой. Потом уже, после того, как уберемся... Дада, сначала котов по корам. Мозвони, пожалуйста. Дада, сейчас. Ну и после самого важного, мы уже начнем собирать, наконец, стеллаж. Все, достаю еду. Все, 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 не ругайся. Что, взяла нож. Иду вскрывать. Надеюсь, ничего не закончится на вскрытии. Потому что я могу, знаете, скрыть, посмотреть и закрыть. Кстати, на сайте наверняка есть схема сборки. Ну, это так. Для тех, кто мало знаком с Икеей. Ладно, я открываю. Открываю я. Так, ну что, первая коробочка. Я так думаю, что они практически идентичные. Вот здесь идет часть. Она или нижняя, или боковая. В принципе, они одинаковые. И здесь вот кусочки. Те самые полочки. Ну, все, короче, достаем. Нужно еще найти шурупчики. У меня все называется шурупчики. Ладно, приступаем. Так, я на третьей коробке. Во второй были основные вот эти балки. А здесь, смотрите. Та-дам! Так, стопуду вот тут винтики. Ха! Смотрите. Коробочка с винтиками. И инструкция. Это прекрасно. И здесь уже, наверное, то, что... А, это тоже, наверное, нижняя, верхняя и две боковые. Еще у меня остается одна коробочка. И там наверняка будут точно так же. Две таких и полки. Ну что, я почти разобралась с коробками. Правда, становится делать это все тяжелее, потому что я тушу в мультиварке грибы с овощами и с индейкой. Это начинает так пахнуть, что хочется бросить и начать есть. Но блондинки не сдаются. Едем дальше. Я сегодня уже признавалась в любви Икеи в Инстаграм. Сейчас продолжу это делать. Решила посмотреть инструкцию. Ну, в принципе, это так все понятно. Но почему нет? Я же блондинка, мне лучше перебдить. И посмотрите, насколько подробно... Не, понимаю, конечно, только глупый не соберет стеллаж. Но насколько подробно... Большие картинки. Один ряд, второй ряд. Я прям сижу и кайфую. И понимаю, что какая я молодец, что решила попробовать сделать это сама, а не ждать никого. И уж тем более не заказывать сборку за 1300 в Икеи. Так что, если вы планируете покупать стеллаж, вот эта инструкция для вас. все просто. Как бы все просто. Тут даже показано, что можно его прикрутить к стене. Ну, я прикручивать, наверное, к стене не буду. Пока уж точно. Вот даже можно прикрутить... И посмотрите, написано, что по стеллажу не лазить. Видимо, случаи были. Вот показано, как можно прикрутить к стене. Короче, я... Я в восторге. Ну что, осталось теперь только собрать это чудо. Так, ну что. Первое. Соединяем. Все очень просто. Нужно вот так вот прикрутить. Икея, я тебя люблю. Все делаем. Ну что, процесс двигается. Я сделала каркас. Сейчас на вот этот вот низ, с другой стороны будем клеить. Ножки вставить. И дальше уже заниматься с полками уже на месте. Так. Вот они, скажем так, ножки. Но это нельзя сказать ножки. Это такие вот клеящиеся штучки. Чтобы не поцарапать эти два полы. Все, теперь сейчас основу поднимаем и начинаем с полками. Ну, собственно, вот здесь у меня будет стоять стеллаж. Вот у нас основа пока без верха. И мне вот кажется, что я ножки не туда прилепила. Вот что мне кажется. Ну ладно. Потому что, когда я измеряла, оно было ровно. Ну, короче, ладно. Сделали уже, где сделали. Если что, потом переделаем. Правильно, Лёть? Сейчас, все, начинаем делать полки. Дальше у нас. Вот. Та-дам, та-дам. Нам нужно ставить четыре полки. И потом вот эти. Потом опять четыре. Вот эти, вот эти четыре. И нам нужен будет молоточек. Приступаем. Я все поменяла. Я просмотрела внимательно инструкцию и поняла, что мне нужен сейчас вот такой вот угол. а не то, что я, то, что у меня было. Теперь в этот угол я вбиваю вот эти вот штучки, полочки. Есть вот такие вот деревянные, ну, похожие на деревянные штырьки. Они очень легко вбиваются. Вот я сразу сделала. Делаю на одну и другую сторону. Так вот. Ставим дырочки и забиваем молоточком. Видите? Очень хорошо входит. Мне очень удобно это делать одной рукой. В общем, и в итоге дальше сверху кладем досочку и вот так вот, так вот до конца. Все уже сделаю до конца, покажу. Ну что, смотрите, процесс двигается. Конечно, медленно, но двигается. Я села передохнуть. Потому что, в принципе, это не очень легко. Нужно забивать. Да, по сути, все очень просто. Все, я немножко сейчас передохну и продолжу, потому что хочу до вечера собрать-то все-таки. А поскольку стучу, поэтому мне нужно побыстрее закончить стучать. Перед соседями, блин, неудобно. Так, следующая промежуточная стадия. Еще один ряд. Ну, кроме этого, еще один ряд будет. И потом верхние. Вот верхние, не знаю, как как ее будут-то запендюривать. Но, видите, пока все очень даже неплохо, да? Процесс идет. Семь часов, стучать можно. Ох, котов будет раздолье сегодня. Потому что, скорее всего, сегодня я вряд ли заполню ее. Потому что разбирать коробки еще у меня вряд ли силы будут сегодня. Но, тем не менее. Так, не отвлекаемся. Продолжаем. Так, ну что? Все, осталась теперь одна боковушка и верхняя часть. И, собственно, все, стеллаж готов. Можно быть, переставлять его на место. Так, сейчас я покажу, где я по плану. По плану. По плану я уже на странице 18. Сначала боковушка, а потом а потом верхняя. И все. А что? Та-дам! Все, готово. Осталось теперь только это поднять. Не знаю, пока не очень понимаю, как я это сделаю. Но поднять и переставить на нужное место. Сейчас я немножко отдохну, потому что у меня такое ощущение, что я потеряла миллион калорий. Мне это, конечно, прекрасно. Но прежде, чем сделать этот последний рывок, нужно передохнуть. Та-дам! Ну, не красота ли? Все, стеллаж на месте. Собран. Теперь потихонечку будет наполняться. Я думаю, что не сегодня. Потому что у меня куча коробок, которые я хочу разобрать, и книги, которые поставить сюда, и наверх коробки. А может быть, сверху даже цветы будут. В общем, не знаю. Буду думать, но пока вот такая вот красота. Сейчас отойду. Другую немножко сторону покажу. Вот с этой стороны. По задумке дизайнера. Здесь будет барная стойка. Ну, там уже кухня. А здесь телевизор, камин. И я думаю, что еще такие стеллажи, но маленькие. То есть внизу вот здесь вот. Ну, посмотрим. Насколько у дизайнера хватит желания и возможности реализовать свой проект. Ну, пока вот так вот. Но стеллаж мне нравится. В принципе, он не может не нравиться. Он функциональный. И это прекрасно. Все, на этом со всеми попрощаюсь. Уже наполнение. Покажу. В следующем видео. Все. Аллилуйя. Блондинка справилась. Что я могу вам сказать? Котики уже прочувствовали все прелести стеллажа. Мне кажется, они еще думают, что это для них. Да. Забавно. Кто-кто в стеллаже живет? Котики. Котики. Продолжение следует...